Вот смотрите, это значит 3D-план застройки по нашему двору. Вот Пугачёва 15, вот наш дом, а вот этот, тот, который должен быть выстроен. Согласно плану застройки на пустыре между домами 24-38 по улице Трудовой и номер 15 по улице Пугачёва расположится еще одна многоэтажка. Если быть конкретным, то вырастет здесь здание в 9 этажей. Если сейчас вот придет сюда независимый эксперт и сделает экспертизу, он сразу скажет, что здесь 9-этажный дом не встанет. Здесь ни парковок не будет, ни детской площадки, ничего тут не останется. Вот они влепят вот этот дом и все. Вы посмотрите, у нас и так нет парковок, у нас все забито. Местные жители рассказали, что раньше на пустыре были развалены одноэтажных строений. Их убрали только тогда, когда на них начали жаловаться. Теперь здесь пустырь, большая часть которого принадлежит городу. Лишь небольшая четвертинка застройщику, некой ИП Сальниковой. Но она решила застроить весь пустырь. Даже в документах прописано, что это самовольный захват земельного участка. Мы не согласны абсолютно со строительством многоэтажного здания здесь. Почему? Потому что у нас, сами видите, везде многоэтажки. И так, уже у нас в связи с большой заселенностью, у нас отсутствует нормальная поликлиника. Которая находится на Куйбышевском шоссе. Люди предлагают построить здесь и поликлинику, которая на поселок Шлаково, Никуличе и Соколовку всего одна. Или спортивную площадку или сквер. Но на их мнение внимания мало кто обращает. Жители бьются за эту территорию с прошлого года. Правда, как они потом узнали, застроить пустырь хотели еще раньше. Публичные слушания, о которых говорят не оповещали, проходили в 2010, 2012, 2014 и 2018 годах. Споря с администрацией, мы не просто спорили, а мы предлагали варианты разрешения этой ситуации. Значит, они в чем заключались? Мы их просили, предоставьте Сальниковый другой участок. А этот участок сделайте нам сквер, потому что вот в Шлаково нет ни одного, ни сквера, ни парка, ничего. Либо спортивную детскую площадку. То есть сделайте что-нибудь для людей. Но ответ был один. Будет девятиэтажный дом. Мы так решили. За год местные жители насобирали большую папку документов. Они обошли все инстанции, достучались и до президента. Но ответ практически всегда один. Строить будем. Жители отчаиваться не спешат и планируют обратиться в суд. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.